Как выбрать правильного репетитора с английского? Самый правильный вопрос. Есть ли у него лингвистическое образование? В Москве есть люди, которые приехали учиться на физический факультет, химический, математический, да хоть экономический. А если они не учились виньязи, то как они знают теорию языка? Теория языка состоит из двух частей. Грамматика, произношение, словарный запас. Знает ли ваш репетитор 5000 слов? Я сомневаюсь. Обычно как делается? Человек переписывает сзади книжки с грамматики ключи к ответам. То есть берем книжку Бонка, потому что некоторые ученики не знают, что это динозавр. Приходим, переписываем ключи и начинаем гонять человека по грамматике. Выполните это упражнение. Ага, клиент еще шевелится. Второе упражнение. И так, пока не загоним клиента. Конечно, через месяц-два студента мозги не выдерживают, и он меняет репетитора. А репетитор сидит и думает, вау, я не знаю английский, а могу зарабатывать таким образом. Какое произношение у вашего репетитора? Если оно китайское, то это плохо. А я лично считаю, что хорошие те преподаватели английского, которые по-русски говорят с английским акцентом. Это показатель. Потому что, чтобы забыть один язык, надо выучить другой. А скажу по себе. Однажды я забыла, как будет ножка от стула. Я сидела и смотрела, что такое ножка от стула, как она по-русски. По-английски я знаю, но вот по-русски я не знаю. Если репетитор готов работать за 200 рублей в час, то не, это плохо, не знает ничего. Если репетитор берет 500 рублей, это нормально. То есть моя цена 300 рублей за 40 минут. Если за час, то получается 500. Почему мини-уроки? Потому что уроки по 40 минут более эффективны, чем час. Если вы учитесь час, результат. Первых 40 минут нормально, весело, живо, потому что понимаем. Последних 20 минут это называется марафон к смерти. Никто не понимает английский час подряд. Следующий итог. Насчет грамматики. Спросите вашего учителя пару фраз. Запишите. Как будет по-английски? Я вижу девочку, девочка красивая. Ответ такой. То есть первый раз артикль «э», потому что девочка любая. Второй раз уже ясно какая конкретная артикль «зэ». Еще задайте ему вопрос. Чем отличается «I have few money» от «I have a few money». Ваш репетитор подвиснет как Pentium 1, потому что правильный ответ такой. «I have a few money» вообще нету денег, а «I have a few money», ну хотя бы самый минимум. Еще нужно сказать репетитору «Скажи-ка ты мне, дорогой, как будет по-английски, я никого нигде никогда не видел». Наверное, он скажет «I don't see nobody nowhere no time». Безграмотно. В английском не бывает двойного отрицания. То есть все «no» надо переливать в «any». Правильный ответ такой. «I don't see anybody anywhere anytime». Вот в таком плане. Еще, на чем можно утопить репетитора. Скажите его, сколько вы знаете неправильных глаголов. Вы работодатель, вы можете устраивать тесты для репетиторов. Значит, открываете сзади у любого учебника табличка неправильных глаголов. И говорите «Скажи мне, как будет от слова «drink» вторая и третья форма». Он должен быстро сходу выпалить «drink», «drank», «drank». Скажи мне, как будет от слова «видеть» «see, so, see». Хорошо. А если брать, допустим, резать в трех формах, как будет «кат», «кат», «кат». Если он уверенно, бегло говорит, выбирайте его. Это хорошие советы. Но я знаю, что большинство репетиторов – халявщики. Стук, грюк, обы с рук – это стиль их работы. Второй показатель. «Master of all trades is master of none». Вроде по-русски «мастер на все руки» правильно, но это не так. А в английском говорят, ту пословицу, что я уже указала раньше, что нельзя быть мастером во всех местах. Почему? Ну, чтобы освоить предмет на профессиональном уровне и преподавать, надо пять лет. А если два языка, то даже те, которые берут, допустим, английский, немецкий, родственные языки, то уровень владения английским и немецким существенно отличается. И еще. Не учите два языка сразу. Ну, это ж мозги не выдерживают. Вы учили английский, переключились на немецкий. Хотя бы год поучите английский, будет результат. А то, что мозгам не хватает оперативной памяти, конечно, не хватит. А финальный итог. Применяя мои рекомендации, особенно погонять репетитора по таблице неправильных глаголов, это железный способ выбрать такого учителя. Я являюсь носителем языка, я не беру 50 долларов за одно занятие, так что обращайтесь ко мне. Всего наилучшего и гудбай. Продолжение следует... Продолжение следует...